Башка просто раскалывается. Ну, голова от переменной погоды, конечно же, не болит. Голова не болит от давления. Всем сказали, что должна болеть голова, вот она и заболела. Что делать? Нужно принять таблетку как можно быстрее. Вспомните состояние, когда у вас разболелась голова. Это случилось после тяжелого рабочего дня или от переменной погоды. А может быть, вы проснулись с ноющей болью в висках. Напишите прямо сейчас в комментарии, как вы справляетесь с этими состояниями. Сразу принимаете обезболивающее или терпите до победного? Каждый из нас примерно понимает, что сделать, чтобы знакомая боль прошла. Но иногда голова болит иначе, и нам становится страшно. А что это? Может ли эта боль быть опасной? И вдруг там что-то лопнет в голове? Вот сегодня мы поговорим о том, как все-таки понять, когда лечить боль самостоятельно, не самая хорошая затея. У меня в гостях невролог Павел Брандт. Доктор, здрасте. Здрасте. Павел Брандт. Невролог. Кандидат медицинских наук. Что лечит современный невролог? Ну, вообще невролог лечит заболевания нервной системы. По факту, если разбираться, неврология – это самая широкая медицинская дисциплина, которая, если бы мы делили на узкие специальности, разделилась бы более чем на 16 подспециальностей. Но глобально нервная система, она везде, поэтому любую часть нервной системы невролог должен лечить. Что самое интересное, с головными болями есть вопросы, должен ли невролог лечить головные боли. И по-хорошему невролог головные боли лечить не должен, потому что это узкая как раз-таки область, которая от общей неврологии так же далека, как, не знаю, эндокринология примерно. Потому что головные боли в большинстве своем должны лечить специально обученные люди, которые называются цефалгологи, то есть люди, которые лечат конкретно головную боль. Почему? Потому что головных болей очень много. Если взять совокупно все диагнозы, связанные с головной болью, то их около 300 штук. Соответственно, это больше, чем, например, эндокринология и кардиология вместе взятые. Поэтому стандартный невролог в поликлинике, а уж тем более терапевт, глубоко погрузиться в головную боль не имеют просто никакой возможности. Ну, слушайте, это дай бог, чтобы у нас человек дошел еще до поликлиники с головной болью, поэтому сегодня хочется поговорить о так называемой головной боли опасной и более-менее безопасной головной боли. И начать вот с чего хочу. В мае, если... Паш, можно на ты, да? Да. В мае, если помнишь, магнитная буря случилась, и все в суматохе просто, боже, 20 лет такой магнитной бури давным-давно не было. У всех тут же разболелась голова, и все метеозависимые люди начали беспокоиться о своем здоровье. Голова болит от переменной погоды? Почему это происходит? Ну, голова от переменной погоды, конечно же, не болит, и ей совершенно на погоду пофиг. Более того, если бы никто не знал про эту магнитную буль, никто бы про нее ничего не узнал и не почувствовал бы ее. Это, скорее, головная боль такая неклассифицируемая, но головная боль информационного шума, да, которая возникает вследствие того, что всем сказали, что должна болеть голова, вот она и заболела. Такая очень интересная, протревожная головная боль. На самом деле, был много лет назад проведен эксперимент, когда дали людям с метеозависимостью календарик. Каждому человеку много людей взяли с метеозависимости, которые сообщили о своей метеозависимости, попросили отмечать дни, когда была головная боль, потом взяли эти календарики у них и наложили на погодный календарь, чтобы проверить, как сочетается вот эта вот история с погодой, и выяснилось, что никак. То есть, никакие погодные изменения, ни снег, ни солнце, ни дождь, ни магнитной бури никаким образом на головные боли не влияют. А вот как раз-таки инфодемия, вот это прекрасное сообщение о том, что будет у вас болеть голова, потому что магнитная буря. А-а-а! Вот здесь вот она и начинается, да, головная боль, поэтому магнитные бури бывали всегда, они бывают часто, но если мы про них не знаем, у нас ничего на них не болит, она болит в самом себе. Ну, то есть, самый лучший способ избавиться от головной боли во время магнитных бурь и перемены погоды, просто выключить телефон, телевизор, да, и закрыть газету. Ну, на самом деле, да, если у человека болит голова, она болит независимо от магнитной бури, уж точно, независимо от погоды. Если просто человек считает, что он метеочувствительный, он отмечает, что вот завтра будет снег по прогнозу, и у меня заболит голова, или там будет высокое давление атмосферное, у меня заболит голова. Если он про это не знает, как правило, ничего не происходит. Хорошо, если он живет и понимает, что он метеочувствительный, каким образом ему с этой болью справляться, нужно ли с ней что-то делать, потому что жить-то хочется, как нормальный человек? Ну, во-первых, надо понимать, что метеочувствительных людей, во всяком случае, в контексте головной боли, не бывает. Поэтому мы говорим о том, что человек, который считает себя метеочувствительным, скорее всего, имеет повышенный фон тревожности. И, соответственно, здесь уже надо разбираться не с головной болью, а с ее причиной, то есть тревожностью. И тогда для этого есть специально обученные люди, психиатры, психотерапевты, психологи, которые помогают с этой проблемой справляться. То есть не цифологи в этом случае? Ну, цифолог должен установить факт того, что у человека нет какой-либо головной боли, которая бы имела под собой определенный субстрат, и дальше отправить человеку, что головная боль является психогенной, вызванной информацией о изменениях погоды, например, или какой-то фиксации на изменениях погоды, отправить человека к специалисту. Если у человека просто как совпадение любые головные боли возникают, как ему кажется, на фоне изменений погоды, на самом деле они могут быть любыми другими. У нас есть огромное количество, около 300 видов головной боли, поэтому какие-то из них могут совпадать с погодой. Просто по несчастью. Дорогие друзья, и как мы уже сказали в самом начале разговора, не все неврологи разберутся с этой головной болью, поэтому мы не советуем вам самостоятельно ворошить вот эту вот свою симптоматику. Лучше, конечно же, в первую очередь обратиться к конкретному грамотному специалисту. Паш, хорошо, вот многие люди, особенно те, кто страдают высоким артериальным давлением, беспокоятся иногда о том, что голова болит во время вот таких вот скачков давления. Нормально ли это? Безопасно ли это? Ну, во-первых, голова не болит от давления. Это один из знаменитых мифов. Все на самом деле наоборот. Давление повышается, соответственно, головную боль. Да, бывают головные боли от повышенного артериального давления, но это должен быть гипертонический криз, там 200 с лишним давления. И тогда, да, может параллельно заболеть голова. Ну, или такая неприятная болезнь, как феохромоцитома, опухоленопочечник, которая вырабатывает гормоны, повышает давление, там, с 250 до 300, иногда, миллиметров тутного столба. От стандартного повышения давления на 10-20-30 миллиметров тутного столба никакая голова не болит. Это совершенно очевидно. Более того, человек вообще не чувствует повышения давления, там, на 20-30-40 миллиметров тутного столба совсем. Ну, в качестве эксперимента можно пробежаться за автобусом, да, и после этого померить давление и увидеть, что оно там 160 на 100. И через 5 минут оно уже будет с 20 на 70 после того, как человек восстановится. Потому что артериальное давление, это для многих будет, наверное, страшным открытием. Но если мы вспомним банальный курс школьной физики, это очень простая величина. Это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов, да, и от того, что кровь давит на стенки сосудов, голова обычно не валит. Если сосуд сужается, то давление увеличивается. Если сосуд расширяется, давление снижается, как в трубе, в бассейн, в которой вода стекает. Соответственно, в ответ на боль сосуды сужаются. Если сосуды сужаются, давление повышается. Вот она причинно-следственная связь, которая понятна. Здесь у человека выраженная головная боль, его давление может подскочить на 20 мм ступного столба изи прям. И в этом нет ничего ужасного. Если головная боль пройдет, давление снизится. А как должна пройти головная боль? Ну, зависит от головной боли. Поскольку очень много вариантов, надо разбираться, что болит. Если это головная боль напряжения, как самая частая головная боль, это одна ситуация. Если это мигрень, вторая по частоте головная боль, это другая ситуация. Более того, есть проблема с тем, что люди очень часто называют мигренями любые головные боли. Хотя на самом деле мигрень это всего лишь один из видов и далеко не самый частый. Причем там куча подвидов еще существует. Но самому себе поставить диагноз мигрени не так просто. Для этого действительно нужен специалист и желательно эцефалголог. Опять же, потому что надо разобраться, что за мигрень. Мигрени разные. Для примера, бывает мигрень простая, мигрень сауры, офтальмическая мигрень. Мигрень, инсульт, головокружение, связанное с мигренью, то есть вестибулярная мигрень. Куча-куча вариантов, когда надо разобраться, в чем проблема. И для этого нужны специально обученные доктора. Если разобраться в проблеме неправильно, то и правильного лечения не получится. Поэтому, естественно, для того, чтобы разобраться, что делать, нужно поставить сначала диагноз. И в зависимости от этого действовать. Мы сейчас говорим, естественно, о том мире единорогов, где у нас все люди ходят к грамотным специалистам, к цифалгологам, получают диагнозы с первого раза и так далее. А если чуть глубже копнуть, мы понимаем, что у человека просто есть своя таблетка от головной боли, которая ему или помогает, или не помогает. Вот в тот момент, когда своя таблетка от головы перестает помогать, о чем мы должны задуматься? Должны задуматься о том, помогала ли она вообще. То есть здесь возникает еще одна крайне неприятная штука. Во-первых, никто не мешает, если учесть, что у головных болей 300 видов, никто не мешает им сочетаться между собой в самых разных и самых неприятных сочетаниях. Закон подлости Мерфи. Если два события могут произойти в максимально неприятной последовательности, они произойдут именно в этой последовательности. Соответственно, здесь примерно такая же история. То есть никто не сказал, что у человека может быть только одна головная боль. Их может быть две, три и больше. Да, там больше двух, трех, конечно, редкость, но теоретически почему нет? Поскольку головные боли бывают первичные и вторичные, человек может сочетаться с две первичных или первичные и вторичные, или первичные и две вторичные. Вообще никак не мешает. Более того, в разные моменты времени это могут быть разные головные боли. Еще одна проблема, это то, что лекарства от головной боли, так называемые обезболивающие... Не путать с обезболивающими, да? Не путать с обезболивающими, да? Это куда-то на Бали ближе. Которых не существует, да. Обезболивающие препараты сами по себе способны вызывать головную боль. Это называется так называемая обузусная или головная боль, вызванная неправильным приемом обезболивающих препаратов. И вот здесь возникает проблема. У человека перестали работать обезболивающие в отношении его головной боли, или у него возникла обузусная головная боль, которая сама по себе вызвана неправильным приемом анальгетиков. Это отдельный вопрос, который тоже требует уточнения. Есть понятные красные флаги, которые демонстрируют нам необходимость того, чтобы обратиться к врачу при возникновении той или иной головной боли. Считается, что новая и впервые возникшая головная боль, это уже повод для обращения. Особенно в возрасте не меньше 15 и больше 55 лет. Если эта головная боль будет человеком, если эта головная боль усиливается при перемене положения тела, чекании, кашле, все это повод для того, чтобы пойти к специалисту и начать разбираться в том, что происходит. Потому что старая стабильная головная боль тоже, на самом деле, если она не диагностирована, хороший повод обратиться к специалисту. Потому что одно дело, когда человек испытывает головную боль раз в месяц, съедает таблетку некого обезболивающего, который ему помогал всегда, головная боль тут же снимается в течение получаса и не возвращается еще месяц, и тогда можно жить спокойно, не напрягаясь, расслабленно. А если головная боль требует приема таблетки каждый день, а то и два раза, то это уже повод для того, чтобы забеспокоиться и пойти к доктору, как минимум для того, чтобы не допустить возникновения вот этой самой обузусной или головной боли неправильного приема энергетики. Но вот эта история про обезболивающие таблетки, она на самом деле страшная и интересная, потому что, казалось бы, таблетка должна снимать боль. Может быть, есть какие-то определенные таблетки, которые просто вообще принимать не нужно, чтобы не возникла головная боль от приема таблеток? Здесь вопрос не в самих препаратах, а в частоте их приема. Потому что если человек помогает, я говорю, там, препарат, который вообще не важно какой, это может быть, не знаю, глицин, если это психогенная головная боль, или любой нестероидный противовоспалительный препарат, начиная с ацетилсалициловой кислоты, если он помогает ему при однократном приеме и не требуется принимать большего в течение недели, то это вообще не принципиально. Если ему помогает, но ему требуют приема 3-4-5 раз в неделю, то это уже не здорово и надо с этим разбираться. А если, предположим, у человека разболелась голова, он выпил свою знакомую таблетку, не помогло, через 20 минут выпил еще раз, помогло, все норм, продолжаем жить? Скорее всего, просто не дождался эффекта от первой таблетки, скорее всего, подействовала именно она. Вопрос длительности и вопрос, скажем так, момента приема препаратов, например, при мигрене, критично важно выпить препарат первые 20 минут приступа. И если этого не сделать, то вероятность снижения или, скажем так, ухода головной боли сильно снижается. Поэтому дальше можно 2-3 принять таблетки, рано или поздно, наверное, что-то подействует, но эффективность будет гораздо ниже. Поэтому если по таблетке, если голова заболела, и вы знаете, что вот такая головная боль, она у вас бывает, и она не проходит в течение 10 минут сама, бывают короткие формы головной боли, которые быстро проходят, первично колющая какая-нибудь или кластерная головная боль, которая проходит прямо в течение 5-7-10 минут, то, соответственно, нужно принять таблетку как можно быстрее. А помнишь, мы как-то говорили о том, что есть головная боль от того, что человек просто забыл попить воды? Может, просто выпить воды сначала, а потом уже таблетку? Ну, теоретически, не забыл выпить воды, забыл поесть скорее. Это мигрень, вызванная нарушением режима того или иного. Мигренозные боли могут вызываться депривации сна, нарушение питания, от обезвоживания, то, что забыл попить воды, сколько он забыл, 2 дня попить воды? Ну, то есть, такая маловероятная схема с питанием, более вероятно, там, 8 часов не поел, у некоторых действительно в ответ на это развивается мигрень. Тут не все просто с механизмами, до конца все механизмы не знаем, головных болей, поэтому кому-то помогает поесть, а кому-то не помогает поесть, пока не принята таблетка. Он не может вообще есть, потому что мигрень истинная, сопровождается тошнотой рвотой. Поэтому поесть иногда просто не получается, когда уже заболела голова. Поэтому здесь есть нюансы. О чем может говорить головная боль с утра? Человек вроде спал всю ночь, отдыхал, проснулся, а башка просто раскалывается. Куча вариантов, но самым неприятным является опухоль головного мозга, которая действительно часто проявляется утренней головной болью, которая будет еще человеком, или громоподобные еще головные боли, когда прям ба-ба-бах, в голову ударило, вообще может быть субрахноидальное кровоизлияние с такой головной болью, такая неприятная штука. Но утренние головные боли могут быть вообще легкими мигренями, а могут быть тяжелыми неприятными головными болями, которые вторичного характера требуют серьезного изучения. Мы должны сказать о стресс-индуцированной головной боли. Мы должны сказать о том, что мы сейчас все живем просто в периоде такого дичайшего напряжения. Многие люди не понимают, как от нервов может болеть голова. Что там болит в голове, когда я понервничаю? Можешь объяснить, пожалуйста? Не знаю, у меня не болит голова. И потому что очень спокойный человек. Здесь вопрос такой, может ли болеть голова от того, что ты нервничаешь. Ну, теоретически понятие нервничания и стресса, оно само по себе достаточно своеобразное. Поэтому мы не очень хорошо определяем, что это, и мы не очень можем выделить для каждого конкретного человека триггеры. Для кого-то, не знаю, гудок автомобиля является стрессом, или лай собаки, а для кого-то выстрел из пушки не является стрессом. То есть это же очень индивидуальная реакция, и реакция, которая не позволяет нам на самом деле сделать каких-то далеко идущих выводов. Мы можем говорить о хроническом стрессе, об остром стрессе, и далеко не у всех людей в остром и хроническом стрессе болит голова. Или, скажем так, чаще всего не болит. Они могут, люди, существовать в стрессе без всякой головной боли годами. При этом у них будут какие-то другие проблемы, там, психологического или физического характера, если мы говорим о психосоматических заболеваниях. Поэтому сказать обназначен, что вот человек сейчас живет в стрессе, и у него от этого болит голова, скорее нет. Скорее он живет в стрессе, и параллельно у него болит голова. Ну, то есть, блин, если человек находится в кунцитноте, там, например, условно говоря, рабочая ситуация, дедлайн, надо сдать работу срочно, а вдруг заболела голова. Ну, скорее всего, она заболела от того, что человек не спал, например, или там, не забыл поесть или еще что-то, находясь в процессе деятельности. И тут как бы проявился тот фактор, который обычно вызывает у него головную боль. Но человеку свойственно связывать какие-то далеко не всегда связанные между собой ситуации, поэтому он связывает это со стрессом. Я вообще, честно говоря, не сильно уверен в наличии такого общего признака, как стресс. Мне кажется, каждый человек имеет индивидуальные реакции, и эти индивидуальные реакции очень сложно описать. Вот ты сказал 300 видов головной боли. А какой вот для тебя самый такой интересный вид головной боли? Вау, неожиданная головная боль. Самый интересный вид головной боли. Ну, на самом деле, сложно сказать, какой самый интересный. Самый интересный, я все равно считаю, мигрень. Потому что она настолько многоликой, настолько интересна в своих проявлениях и в своих нюансах, что ее все равно можно считать самой интересной. Вторичные виды головной боли, они такие интересные, просто очень много. Головная боль, вызванная опухолью головного мозга, кровоизлиянием в мозг, болезнью Паркинсона или головная боль, вызванная заболеванием лорорганов. Ну, что в них интересного? Это просто вторичные головные боли. Ну, наверное, нет. Самая интересная головная боль, которая действительно очень крутая с точки зрения понимания, это кластерная головная боль. То есть, первичная головная боль, которая очень сложно поддается лечению и так интересно, что она затрагивает в основном мужчин, в отличие от всех болезней, которые в основном затрагивают преимущественно женщины неврологически. Кластерная головная боль присуща все-таки мужчинам и у нее есть характерные черты. То есть, это обычно крупный мужчина, такой мощный, при этом очень с таким нежным характером и трусливым зачастую. При нее говорят, что характерным паттерном кластерной головной боли является лев с сердцем мыши. То есть, человек, который страдает от кластерной головной боли, это лев с сердцем мыши. То есть, такой мощный мужик с таким очень скромно, стеснительно, трусливым характером. Ну, смотри, мы поговорили о тех видах боли, с которыми в целом можно не спеша отправиться на прием к грамотному специалисту. Ну, утрированно будем говорить, да, что вот не прям нужно прям подскакивать и бежать, искать там цифалголога. Сейчас хочу поговорить о трех видах таких опасных ситуациях, когда может случиться действительно критичная ситуация. Инсульт, аневризма, опухоль головного мозга. Начнем с инсульта. Все-таки больше публикаций о том, что во время инсульта человека мучает страшная головная боль. Да, ну, никогда. Вообще практически никогда не бывает во время инсульта. Классический ишемический инсульт почти никогда не сопровождается головной болью. Геморрагический инсульт. Для него характерно. Геморрагический инсульт – это кровоизлияние, это как раз та самая аневризма, развив аневризмы, характеризуется выраженной интенсивной головной болью, невыносимой, громоподобной, то есть, возникающей моментально на фоне этого состояния. Связано это с поражением, ну, точнее, с увеличением давления внутричерепного и поражением единственной структуры в голове, которая имеет болевые рецепторы, это оболочки ненгеальные, которые поражаются как раз-таки за счет и отека, и за счет крови излившейся может поражаться. И вот здесь возникает действительно интенсивная головная боль, общая мозговая симптоматика, головная боль, рвота, головокружение, все вместе. Геморрагический инсульт. Характерная для него именно такая картинка. А для ишемического инсульта человек чаще всего вообще не замечает. То есть, он может случиться во сне, он может случиться во время просмотра телевизора у пожилого человека, который сидит, смотрит телевизор, потом раз, рука не подымается, он думает, что такое, наверное, отсидел там, еще что-то как неудобное, потом не подымается. Тут-то он понимает, что он смотрит в зеркало, а у него еще и рот уехал. Но сказать, что он при этом испытывает какую-то головную боль, нет. Опухоль мозга сопровождается головной болью обычно уже в финальных стадиях, когда объемный процесс настолько выражен, что действительно повышается, опять же, очередное давление, отек возникает, и там уже очередная коробка, к сожалению, у нас пространство замкнутое, и там некуда выходить давлению. Возникает действительно натяжение оболочек, возникает мозговых, возникает боль. Потому что сам мозг болевых рецепторов не имеет. И это уже, если головная боль стала, скажем так, причиной диагностики опухоли, то обычно в этой ситуации уже все не здорово. То есть, получается, у нас два опаснейших состояния. Это инсульт, и не ишемический, а геморрагический, он же аневризма, и опухоль головного мозга. Если говорить об аневризме, что может спровоцировать вот такую яркую... Никто не знает. Даже ты. По факту, чаще всего, аневризма – это же врожденное состояние. Это не что-то, что развилось, долго росло, как опухоль. Это врожденное состояние. То есть, есть у человека дефект сосуда. Этот дефект выражен в неком образовании мешочка, который наполнен кровью и находится в определенной зоне, где это характерно. Человек может с ним прожить всю жизнь, умереть вообще от чего-то другого, а может внезапно, в какой-то момент времени, на фоне подъема артериального давления, на фоне вообще абсолютного благополучия. Мы не знаем, почему. На фоне? На фоне злоупотребления алкоголем такой вопрос. Потому что, ну вот, есть люди, которые умирают аневризмом, бухают всю жизнь... Умирают не от аневризма, точнее, от каких-то других причин. 85 лет всю жизнь бухая и не испытывая никаких проблем с аневризмой, даже не зная про нее. А кто-то ведет здоровый образ жизни, бегает по утрам, занимается физкультурой, там, кундалини-йогой, и внезапно вдруг у него возникает разрыв аневризма. И мы не знаем, что случилось. Но это же страшнейшее состояние. Это состояние, которое действительно приводит к смерти. Бомба замедленного действия. Это так называют врачи, которые открывают мозг и видят, что там здравствуйте, аневризма. Как это состояние можно... Они обычно видят не здравствуйте, аневризма, они видят обычно здравствуйте, кровоизлияние, а аневризма уже как бы случилось. И дай бог спасти еще этого человека. Как, хоть какие-то есть наметки, кому нужно пойти и провериться? Ну, есть единственная наметка, наверное, кому можно пойти и провериться. Ну, тут такой вопрос. Опять же, с учетом того, что большинство людей с аневризмой прекрасно живут и умирают не от аневризмы, сосудов головного мозга, а от других причин, тотальный скрининг не имеет смысла. Потому что есть вероятность, что если мы начнем лечить те аневризмы, которые бессимптомно протекают у всех подряд людей, то мы сделаем хуже, чем могло бы быть им без этого лечения. Потому что далеко не все лечение супербезопасно и стопроцентно эффективно. Поэтому аневризмы чаще всего это случайные находки. Кому стоит пойти, точно сделать мерангиографию сосудов головного мозга, это людям, у которых есть прямые родственники, которые перенесли геморрагический инсульт или умерли в результате кровоизведения в мозг. Или там на секции выявлен аневризмы головного мозга. Да, сосуды головного мозга. Наверное, да, им стоит проверить, потому что наследственный характер не точно доказан, но вероятность все равно повышена. Тогда, может быть, имеет смысл даже сделать операцию. И на самом деле, если вы смотрите сейчас эту программу, пожалуйста, запомните те советы, которые мы дадим сейчас, потому что никто не знает, с чем можно столкнуться в жизни. Если мы понимаем, что человек, который находится рядом с нами, у него случился вот такой вот приступ, яркая головная боль, тошнота, рвота, человек падает, скорее всего, говорит, что что-то взорвалось, в голове описывают люди так, эту ситуацию. Что делать? Как оказать ту самую первую помощь и дождаться специалиста? Никак. Ну, уложить, приложить там что-то на лоб. Да, ничего не поможет. Нет, если уже случилось, то 112, там, 03, 103, ждем скорую помощь, ну, там, под голову что-нибудь подложить. Если человек вообще лежит, зачастую люди могут не лежать, а двигаться в этой ситуации, стараться каким-то образом, там, действительно, пытаться охладить голову, там, разные возможности. Вариант, если человек не потерял сознание, потому что общемозговая симптоматика при кровоизлиянии в мозг или субротноидальном кровоизлиянии частенько приводит к потере сознания. Поэтому часто там никаких особо действий не успеваешь ты предпринять, быстрее скорая доедет, а если она не доедет, то ты ничем не поможешь. Это ситуация, которая требует экстренной хирургической помощи, а никак не каких-то доврачебных, ну, там, подушку подложить, чтобы там, или куртку свернутую, чтобы головой пациент не касался твердых поверхностей, потому что такие вещи могут сопровождаться эпилептическими приступами в том числе. А сколько времени есть у человека, чтобы доехать до... На самом деле, очень сложный вопрос, потому что с технической точки зрения выполнение таких манипуляций при наличии аневризма и разорвавшейся аневризмы требует того, чтобы человек во время операции был в сознании, как ни странно. И если он без сознания, то есть мы говорим о так называемом горячем периоде аневризмы, когда человек попадает в больницу без сознания, обычно его не оперируют и ждут, пока он придет в сознание. Поэтому тут временной промежуток очень сложно определить. Если же он в сознании, то его могут сразу взять на стол, соперировать, и это может спасти ему жизнь. Но есть два варианта операции. Есть операции в горячем периоде, когда привезли, сразу бросились, соперировали. Обычно есть человек в сознании. Или операции в холодном периоде, когда человек уже пережил кровоизлияние, у него сохраняется аневризматическое расширение. И когда уже он в восстановительном периоде, через 3-6 месяцев, ему делают операцию для профилактики повторных кровоизлияний. Опухоль головного мозга. Как правило, это заболевание, опасное состояние, смертельное состояние встречается у людей молодого возраста. По каким признакам, по каким характеристикам вообще в целом человек может заподозрить это состояние заболевания? Ну, чаще всего головная боль не является тем самым признаком, который проявляется первым, скажем так. Это тоже обычно уже история, которая связана с гораздо более серьезным поражением, чем можно эффективно помочь. Чаще всего первично появляется все-таки неврологическая симптоматика, ощущение нарушения чувствительности, слабости в той или иной конечности, тех или иных нарушений зрения, например. Тогда мы можем говорить о том, что действительно есть какой-то объем в голове, и мы вынуждены с ним что-то делать. Если уже появляется головная боль, вызвана этим объемом, то это обычно отек достаточно серьезный, большая опухоль, и вероятность эффективно помочь сильно снижается. Доброкачественные опухоли, такие как менингиомы, могут расти очень долго. Их тоже случайно находят зачастую, когда вообще просто делают обследование и видят друг опухоль доброкачественную. Но в мозгу все опухоли относительно злокачественны именно за счет того, что коробочка черепная плотная и замкнутая, и из нее там давлению выбраться некуда. Поэтому технически считается, что все опухоли мозга злокачественны именно за счет увеличения объема. С другой стороны, существует истинно злокачественная опухоль мозга, такие как глиобластомы или рак мозга. Там вообще беда бедой, там выживаемость больше года, там крайне редко случается, так всерьез. Ну там иногда оперируют и оперируют, но это малоэффективно. Там три года, по-моему, вообще максимум. И здесь надо понимать, что чаще нейрохирурги сталкиваются не с собственными опухолями мозга, которые вызывают головную боль, а с метастазами имеющихся онкологических образований. Рак груди, рак легких могут вызывать метастазы в головной мозг, и естественно, что другие опухоли в том числе. И это является проблемой, с которой нейрохирургия борется достаточно регулярно. По поводу онемения, понятно. Спасибо большое за такой комментарий. А что касается головокружения, головокружение может быть симптомом опаснейшего состояния заболеваний головного мозга? Ну, сами по себе головокружение делится, опять же, на достаточно большое количество причин. Выделены, опять же, неврологи специальные, которые занимаются головокружениями, то отоневрологи. Они глубоко погружены в проблему, потому что куча вариантов. Большинство из них, абсолютное большинство, это доброкачественные головокружения, которые никаким образом не влияют на дальнейшую жизнедеятельность человека, кроме как создают неприятные ощущения и страх. Но бывают действительно серьезные состояния, однако как раз-таки истинные головокружения крайне редко бывают симптомами какого-то серьезного заболевания. Обычно они доброкачественные. А вот несистемные головокружения, то есть головокружения, которые выражаются в дурноте, в каком-то неприятном ощущении, В голове, то есть какие-то такие странные состояния могут быть симптомами разных заболеваний, в том числе и предвестниками опухолей, ну и как минимум часто их находят в процессе обследования дни системного головокружения. Системное головокружение часто боятся инсульта, в основном геоишемического, однако изолированное головокружение, то есть только головокружение, без слабости в конечностях, без нарушения речи практически никогда не является признаком инсульта. То есть это настолько редкая ситуация, ну там считается, что 3% инсультов вызваны, если я правильно помню, поражением мозжечка, и только 3% из этих 3% могут проявляться головокружениями. То есть вот это прям совсем крайне-крайне-крайне редкая история. И под финал нашего разговора два коротких вопроса. МРТ головного мозга расскажет о наличии всех проблем, которые существуют в голове? Нативное нет. Нативное это обычное МРТ головного мозга. И в принципе выполнение МРТ головного мозга достаточно бесполезная затея, поскольку, ну самостоятельное выполнение МРТ головного мозга, поскольку может вызвать больше вопросов, чем дать ответов. Поэтому МРТ надо делать с конкретной целью поиска чего-то, чем можно будет потом объяснить клиническую симптоматику или те или иные болевые синдромы. Поэтому нужно делать им либо МРТ, МРТ с контрастом, МРА-ангиографию, то есть куча как бы еще вариантов исследований, там МРФ-фузии, разные срезы. Например, там, чтобы посмотреть на тройничный нерв, его ход и наличие нейровоскулярного конфликта, который определяет регименальную неврологию, нужно выполнить МРТ в определенном режиме. Фиеста, который стандартным, МРТ не выполняется, то есть куча-куча вариантов, которые нужно правильно предположить и правильно расположить. Давай обозначим три группы людей, которым нужно задуматься о том, что пора идти к врачу. Главные боли у детей. До 15 лет, да? До 15 лет, да. Новые головные боли, то есть вот было-было, потом что-то стало по-другому. И, ну, главные боли у детей пожилых, скажем так, дети пожилые, это тоже как первые возникшие от 55 лет. И впервые возникшие головные боли после 55 лет, это тоже повод для обращения врачу. Это новые головные боли, которых раньше не было, и головные боли, которые сопровождают неврологическая симптоматика. То есть если во время головной боли у человека немеют руки, там ноги, слабеют руки, ноги, там еще какие-то проблемы возникают, то, конечно, надо сходить в врачу обязательно. Дорогие друзья, мы сегодня поняли, что в голове действительно может что-то лопнуть, да, там действительно может так сильно что-то разболеться, что может лопнуть. Пусть мы поняли сегодня, что дойти до врача все-таки нужно даже тем, кто живет с головной болью, уже давно и думает, что сам с ней может справиться. Пожалуйста, сделайте это, обратитесь к специалисту. Мы выяснили, что есть 300 видов головной боли, и разобраться в них под силу может далеко не каждый врач. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был невролог Павел Брандт. Паша, спасибо большое, четко, понятно по делу. Спасибо. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и пишите в комментариях. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»